Привет, друзья! Сегодня для вас приготовил некий сюрприз. Это больше касается владельцев камер Canon. Мне всегда в приоритете, в этом плане была, у меня точнее, всегда была в приоритете камера Canon. Почему? Да потому что у них есть возможность прям в саму камеру вставить три разных пресета. Где их взять, не скажу. Для этого, наверное, поисковые системы в поиск. Единственное, что данный пресет, который у меня сейчас, который, собственно, вы видите, можете скачать по ссылке в описании. Не забудьте поставить лайкос, благодарочку. Преимущество данного пресета в том, что он уже готов. То есть здесь фактически нужно будет поправить там чуть-чуть скинтон, поиграться там с кривыми, с контрастностью, ну, кому что как нравится. Я здесь практически ничего не делаю, кроме, ну, скажем так, наверное, скинтона. Да и, собственно, на выходе получаем вот такую вот картинку. Ну, как мне кажется, чтобы не заморачиваться, не сидеть там, не выдумывать. Здесь, конечно, привет, камера Sony. Не знаю, есть ли такая возможность в новых моделях, там, fx3, fx6, там, fx30, просто не знаю, не исследовал. Но Canon еще фиг знает, там даже, по-моему, Canon 200D уже была такая возможность, куда можно, собственно, было вставлять пресеты. Эти пресеты можно использовать не только для видео, но также можно использовать и для фото. То есть, в принципе, если кому будет интерес, ну, там есть интересные черно-белые, ну, в общем, есть какие-то, есть от Fuji. В этом плане, конечно, мне и Fuji нравится, то, что, собственно, уже готовые пленочные пресеты, если бы не одно но. Это, блин, мать его, автофокусы, Fuji постоянно слетает. В остальном, конечно, камера мне очень нравится, давно хотел бы себе приобрести какой-нибудь Fuji, тоже думаю на эту тему. Но, собственно, сейчас речь идет не о Fuji, а вот непосредственно о Canon и пресете, который, ну, собственно, видите своими глазами. Сейчас попробую выйти на улицу, там, правда, снег, погода такой, снег с дождем. Ну, посмотрим, что за картинка будет там. Ну, такая, друзья, на улице картинка, идет снег с дождем, погода абсолютно пасмурная, унылая. То есть, сами понимаете, что, ну, по идее, картинка должна быть просто никакой. Но при всем при этом, даже несмотря на такую погоду, мы получаем абсолютно приятную такую киношную картинку. Ну, как мне кажется, довольно неплохо, как вы считаете. Единственное, что у меня микрофон может быть открытый, потому что снег с дождем, и ветер сейчас может задувать, нету к нему ветрозащиты. Надо, а что-то лень было пойти и взять петличный микрофон, чтобы вставить. Но сейчас вопрос не в этом, я думаю, смысл как бы вы поняли, что на выходе, друзья, получаем такую картинку. Сейчас сделаем еще пару кадров, ну, тоже сюда вставлю. Значит, из настройки я сюда еще добавил D+, это приоритет цветов, как я говорил в предыдущем видео, где, собственно, поднимает точку черного и чуть-чуть прибивает точку белого. А это, насколько вы понимаете, ну, в принципе, неплохо, за исключением добавляет чуть-чуть шум, шума. Но мне как бы не страшно, потому как я чаще всего сам добавляю шум на посте, потому как мне картинка с шумом нравится. То есть она, может быть, ее делает чуть более детализированной, не всем это понять. Кто-то будет против, кто-то нет, но, тем не менее, вот мне нравится. И не знаю, как вы теперь с этой информацией будете жить, что с ней будете делать, но суть такая вот. Поэтому, друзья, собственно, сегодня вот такой вот короткий ролик. Я вам показал, как, собственно, выйдет, выглядит картинка. Поэтому бегите за пресетом в описании, а я его загружаю на какой-нибудь один из сервисов, где можно будет его скачать. Так что спасибо, что посмотрели видео, хорошее настроение, добра. И не забудьте написать, как картинка, а главное, влепить лайкос, ну и что-нибудь приятное написать. Да. Короче, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok